Елена каждый день ездит от остановки Светлана до центрального рынка. Именно в момент ожидания автобусов она невольно и становится, что называется, пассивным курильщиком. Одежда сетует женщина постоянно пахнет сигаретами. Делать замечания курящим соседям по остановке себе дороже, говорит Лена. В ответ, как минимум, можно получить недобрый взгляд, а то и неласковое слово. Отдых без сигарет. Именно так позиционируют антидобачную программу в администрации города. Курорт одним из первых принял хартию Сочи без табака. Произошло это еще в преддверии Олимпиады. А с 1 июня 2015-го было запрещено курение в барах, ресторанах и поездах. Впрочем, и о тех, кто не может жить без сигареты, тоже подумали. Дымить не запрещено в специально отведенных для этого местах. Впрочем, о них курильщики либо забывают, либо принципиально игнорируют. В итоге сигаретный дым можно уловить, просто шагая по улице. Проблемы, раз уж законодательно запретили. Ну и кроме того, естественно, пассивное курение, все прочее. Все равно портить другим людям здоровье не очень хорошо. Ну так-то, учитывая, что есть места, где курить. Для курящих тоже нет проблем. Мне кажется, в самом все нормально. Главное, чтобы не нарушали. Я сама не курю и терпеть не могу дым табачный. Отрицательно отношусь, конечно. Культуру надо повышать людей. Это, наверное, прививается с детством, что если не надо делать эти вещи. Ну, народ у нас делает то, что посчитает мужем. Для того, что нравится. Отвратительно. Даже, знаете, в автобус идет, который вот, он стоит уже на площадке, нога, а второе зобо и зобо тогда бросает. Вообще неприятно. В рамках принятой хартии «Сочи без табака» акции и рейдовые мероприятия проходили не реже трех раз в неделю в каждом районе курорта. Теперь мероприятия возобновятся. Курильщикам снова будут настоятельно рекомендовать завязать с вредной привычкой. Возобновятся и профилактические рейды, а нарушителям, задымляющим воздух в общественных местах, грозят административные штрафы. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.